Если жизнь рассудок дорогие вам, держитесь подальше от торфяных болот. Детская страшилка? Для нас да, а вот для жителей английской глубинки рассказы о кровожадных диких животных были суровой реальностью. Страшилище на четырех ногах, черное, а глазища горят огромные, как блюдца. Этого зверя в Норфолке называли черный пес, в Самарсете большая собака, в Ирландии леший пука. Его описывали как пуму, гепарда, пантеру, львицу или рейс. Рассказывали, что этот зверь рыщет в ночи, изрыгая серный пар, вспыхивает при исчезновении, а те, мимо кого он пробегает, падают замертво. Первое современное появление чудовища, впоследствии названного Суринамской пумой, зафиксировано в заметках, датируемых 1962 годом. Увиденное существо описывали как гепардовидную большую кошку с загнутым хвостом. 4 сентября 1964 года человек, собиравший черную смородину в Мэнстеде с Урой, увидел существо около полутора метра длиной, не считая длинного хвоста, с шерстью коричневато-золотистого оттенка и головой, напоминавшей кошачью. На спине животного можно было явственно различить темную полосу. Позднее в Мэнстенкоман на песчаной почве были обнаружены большие следы животного. Они тянулись примерно полмили и затем обрывались у высокой изгороди, за которой начинались кусты. По-видимому, зверь перепрыгнул через нее и скрылся в зарослях. 23 и 24 сентября принесли новые известия из Сурия. В лесу была найдена задранная косуля со сломанной шеей и глубокими царапинами на теле, которые могли оставить лишь когти большого хищника. Неподалеку обнаружили телку, еще живую, но истекавшую кровью, сочившиеся из множественных ран на теле, оставленных когтями хищного животного. На следующий день водитель машины увидел зверя на дороге возле Дансфолда и решил, что это пума. В октябре известия о пуме пришли из соседнего Сасекса. Женщина, выгуливающая своих собак в лесу, так описала встретившееся ей животное корреспонденту местной газеты. Зверь достигал полтора метра в длину, мех у него золотисто-коричневатый. Мои собаки загнали его в подлесок, откуда послышались в ответ на их лай хрип и виск. В районе встречи были вскоре обнаружены отпечатки лап крупного хищника. В том же месяце местный лесник безуспешно пытался подстрелить черного с узенькими глазами зверя. Такое же животное, пуму, увидел и другой лесник в тех же местах Южной Англии. Следом за этим было получено еще несколько сообщений о встречах с нею из Крондала, на границе Графств, Сурой и Хемпшир. Лондонская Evening News писала об этих участившихся встречах с пумой 24 и 28 октября того же года. Следующими свидетелями стали двое полицейских. Их пума разгуливала по церковному двору в Стокподжес. Возле памятника Томасу Грею, написавшему там свою знаменитую Элегию. Этот случай описан в лондонском Апсервере за 20 ноября. К январю 1965 года сурийская полиция получила уже такое количество сообщений о пуме, что решила опубликовать предостережение об опасности, которое влечет за собой прогулка по Хартворд Коммэн, где, как полагали в то время, таинственный зверь предпочитал обитать зимой. Встречи продолжались, и 5 июля 1966 года лондонская Таймс поместила сообщение из Уорлспенда на графство с Урой о том, что накануне несколько полицейских и других свидетелей наблюдали с расстояния около 100 метров, как рыжевато-коричневая размером с Ньюфонтленда пума, с кошечей мордой и длинным хвостом, заканчивавшимся белой кисточкой, подкралась и убила кролика. Вся сцена продолжалась 20 минут. 14 августа фотография пумы была опубликована в лондонской газете People. Эксперты, не присутствовавшие при съемке, удобно расположившись в своих креслах, заключили, что перед ними собака, лиса или дикая кошка. На что полицейский инспектор Эрик Борн один из свидетелей возразил и сказал, что еще в состоянии отличить собаку и лису от пумы. Феномен сурейской пумы не разгадан и до сих пор. Еще в 1975 году пумы видели несколько раз в период между 6 и 9 мая. Сначала это был большой, похожий на кошку-зверь, бежавший по полю. Полицейская блава обнаружила волоски шерсти на заборе и отпечатки лап, которые, по мнению членов королевского общества, защиты животных от жестокого обращения должны были принадлежать животному весом от 50 до 70 килограммов и уж никак не собаки. В последующие несколько дней похожее на пуму животное появлялось неоднократно. Итак, мы снова сталкиваемся с тайной, привлекающей к себе внимание не дающиеся в руки ни рационалистов-ученых, ни охотников за дичью. Они тоже наезжали в сурой. Ни фермеров, ни полицейских, ни, наконец, сторонников оккультизма и энтузиастов НЛО. О том, что это пума, свидетельствует заключение лондонского зоопарка, куда из Мэнстенда полицейские послали гипсовые отпечатки лап неизвестного зверя. Однако Моррис Бертон, давний специалист по развенчанию мифов, связанных с лохнесским чудовищем и другими подобными легендами, наставит, что отпечатки принадлежат собаке-ищейке. И это несмотря на то, что все, кто видели зверя, утверждают в один голос «это не собака». В общем, если полагаться на свидетельство очевидцев, то можно прийти к заключению. Графство Сурой и его окрестности Кишмя кишат дикими животными, пумами или еще чем-то в этом роде. Но ведь этого просто-напросто не может быть. Да, свидетельства налицо, но их нельзя считать окончательными. Следы на земле, волоски шерсти и несколько задранных животных и ряд сомнительных фото. Никаких туш и более того, никаких следов массовой систематической гибели домашнего скота и диких животных в лесах, что должно было бы непременно сопутствовать появлению целой колонии настоящих пум. Иными словами, поддерживать такую диету в Сурой с экологической точки зрения невозможно. Даже одна пума, оказавшись на свободе, нанесла бы непоправимый урон местным стадам. В сущности, это та же проблема, как и у энтузиастов НЛО. Свидетельства, которыми располагают сторонники одного и другого феномена, носят не физический, а феноменалистический характер. Мы не можем не верить в существование как НЛО, так и английских пум, потому что их действительно видят и видят часто. С другой стороны, мы не можем верить в них так же, как мы верим в существование аэропланов или лисиц, так как НЛО и пуму в силу их природы нельзя поймать и изучить научными методами. Черную собаку также часто видели, но никому не удалось ни подстрелить, не поймать ее. Пума в Сурее наводит на мысль о животных порождениях нечистой силы, таких как черный медведь без головы, терроризировавший одну самерсетскую деревню в 17 веке, или об оборотнях и меняющих свою форму животных и людях, о колдунах и обесчисленных легендах, где фигурируют таинственные существа, населяющие все континенты и океаны мира. Из всего этого мы создали теорию, которая, подобно всем нашим теориям, носит незавершенный характер. Она заключается в том, что существа, ныне вымершие, а когда-то населявшие те или иные участки суши или моря, продолжают после своей гибели являться в виде призрака в том же самом месте, обретая физическую реальность, чтобы однажды окончательно вернуться. В нашем распоряжении имеются некоторые удивительные случаи возвращения к жизни, казалось бы, вымерших видов. Например, в конце 30-х годов у Каморских островов поймали латимерию, кистеперую рыбу-ровестницу древнейших ящеров. Она считалась вымершей 350 миллионов лет назад. Бронтозавры и плезиозавры вымерли гораздо позже. Наибольший успех выпал на долю неведомого обитателя шотландского озера Лохнесс. Об этом существе написано немало книг, а сколько свидетелей, увидевших его в озере, и сосчитать не удастся. Некоторые зоологи допускают возможность пропитания небольшой колонии животных в этом озере. Глубина его почти четверть километра, протяженность 38. Видимо, в отдаленную эпоху оно было морским заливом, а изолированным водоемом стало после землетрясения или в результате постепенного подъема суши после окончания ледникового периода на севере Европы. Морские животные, оказавшиеся в изолированном от моря водоеме, могли выжить, несмотря на постепенное опреснение воды. Мягкий климат, множество рыбы, планктон, отсутствие врагов – все это могло благоприятствовать их существованию. Надо сказать, что водное животное расходует энергию лишь тогда, когда движется. В состоянии покоя оно может долго пребывать с абсолютно расслабленными мышцами, при этом обмен веществ у нее менее интенсивен. Ему требуется относительно меньше энергии, чем сухопутному собрату таких же размеров. Следовательно, оно нуждается в меньшем количестве пищи и расходует меньше кислорода. Утверждение авторов о том, что нет физических следов этих огромных существ, вовсе не доказывает фантомность их существования. Известно, что крокодилы и другие рептилии, присмыкающиеся, заглатывают камни, которые играют у них роль балласта. Поэтому трупы их могут оставаться под водой и там поедаться придонными животными. Не факт, да и скорее всего, никогда такого не произойдет с нашим героем видео. Ведь сурейская пума куда больше, чем просто животное. Это сотни легенд, тысячи свидетелей и несчитанное количество хищных животных, собранных в один единственный феномен, который на самом деле существует. А ты что думаешь по этому поводу? Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова